Абсолютно все можно оправдать посторонней, мета-иронией и прочим новоязом, придуманным для оправдания себя и создания возможности в любой момент дать заднюю. Нет, я знаю, что он был ранее, да, хорошо. Заменим слово «придуманный» на слово «откопанный». Да, вполне подойдет. Почему-то это слово вновь всплыло и попало в очень активный обиход как раз таки с развитием ютуба как платформы для талантов. Интересно, почему? А я вам скажу. Вот я набрал аудиторию и могу теперь на нее вещать. Хе-хей. Так, стоп, я ляпнул что-то нехорошее? Что-то, что с точки зрения морали и нравственности? Фу, какие устаревшие гадости. Или банальной эрудиции достойно осуждения? И осуждение пошло. Что же делать? Ну как, что? Во всеуслышание, сделав гордое лицо и скрестив руки на груди заявить, что это пост-ирония. Еще добавить, что кто-то просто слишком туп, поэтому ее не выкупил. Нет-нет, спрячьте свои кошельки, это лишь новояз. Больше новояза, богу новояза, у нас же такой бедный язык. Давайте его разнообразим, изменив значение привычных слов. Опа, и книги теперь читать не надо. Мы станем эрудитами методом создания необходимой для становления эрудированным базы. Вот это я понимаю достойно. Так, а че, мишья. Ну да, в общем-то да. Пост-ирония. Ты об этом заявил, и все. Толпы восторженных поклонников пристают с прогоревших стульев и аплодируют. Экий ты герой! Всех-то ты обвел вокруг пальца. Великий манипулятор. А сам манипулятор в это время сидит и думает, господи, которого нет. Ну, сейчас же модно быть атеистом, правда? Спасибо тебе за то, что вокруг меня столько тупых. Или же больных с синдромом поиска глубинного смысла там, где его нет и быть не может. Да, очень часто людям вообще не нужно ничего говорить. Они сами найдут повод тебя отмазать. Так высока их преданность. Мы же звезды ютуба. Мы так сияем. Мы такие охрененно важны, не так ли? Мы же не просто так набирали аудиторию, не умеющую думать, и отупляли тую часть, которая по какому-то недоразумению все еще что-то досоображает. К какому блогеру ни зайди, независимо от популярности, везде одна и та же картина. Ну, конечно, чем популярнее, тем чаще это звучит. Это можно объяснить тем, что популярным больше внимания и аудитория у них шире. Примежку с тем, что популярны в основной своей массе люди, которые, придумающие неинфантильные аудитории, не могли бы существовать как лидеры мнений. К слову, не обошло это явление и меня, нижайшего из нижайших. А вы как думали? Уж сколько раз я ошибался. Да, я стараюсь этого не делать, но, увы, я всего лишь человек такой несовершенный по сравнению с моим идеалом. Терминатором, который настолько идеален, что даже не существует. Да, я путал названия, неверно трактовал термины. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Но обязательно. Все непременнейше находился, если не легион, то хотя бы бравый отряд дамы господ. Преимущественно, кстати, господ. И это преимущество всегда подавляющее. К чему бы это? Которые кидались оправдывать мои ошибки постиронии, метаиронии, сарказмом. Нет, ребят, это не постирония. Я просто ошибся. Просто аудитория растет. Ответственности становится все больше. И ошибаться становится все легче. А ошибки эти все дороже мне обходятся. Речь не о том, что каждый десятый видит их у меня на каждом шагу, это уже отдельный разговор. А о том, что они в принципе случаются, как и у любого другого мыслящего существа. Я их признаю. Иногда со скрежетом, иногда в легкую. Но стараюсь признавать. И мне противно, когда мне приписывают мета-пост-пост-мету. Я действительно не додумался до того, что Джедан — это надежда наоборот. Я не сыпал сарказмом в тот момент. Да, я действительно ошибся, неправильно назвав Луны Нирна или перепутав Атрея с Артеем. Я теперь, кстати, знаю, как чувствовал себя автор озвучки древнего ролика и журнала «Лучшие компьютерные игры» про Обливион, где Мехрун, тогда еще Дагон, был назван Мирхуном Дагоном, а Сиродил Сидраилом. И мы лучше все дружно начнем следить за базаром, а? Как вам идея? Не ошибается тот, кто не работает, а гордыня лечится унижением. Признание своих ошибок — это сила, а прятки за пост-метами — это трусость. Ведь, согласитесь, с этим явлением можно продать все. То есть буквально все. Вообще, без исключения. Что, например, нельзя? Я сейчас на полном серьезе заявлю, что Гитлер, к примеру, правильные вещи делал. На меня справедливо накинутся. Люди скажут, «Ну, а что ж ты такое несешь, кретин?» А я скажу, «Ребят, ну, судари, это же пост-ирония». И все такие «А, ну ок, ну ок. А знаете, почему будет ок? Сейчас я вам скажу, почему ок. Давайте-таки раскошеримся и выкупим, как говорят, эту чертову высшую форму иронии. Заходим в грязный обитель Ктолху, в Википедию. И что мы видим? Пост-ирония — это термин, используемый для обозначения такого состояния, когда искренне становится трудно отличить от иронии. Ишь ты. А знаете, какому слову еще подходит определение, когда очень трудно понять, искренен человек или нет? Назовете слово целиком или будете угадывать по буквам? Правильно, Якубович бы вами гордился. Это слово «ложь». Кружку маст этому столику за мой счет. Как, однако, много общего у пост-иронии лжи. Забавно, так ведь? Забавно. Но, знаете ли, Википедия не унимается. Иногда, говорит она, этот термин может использоваться и в ином значении. Переход от иронии к серьезности. Что-то такое серьезное. Скажите, вот разве используют люди это слово именно в данном значении? Разве они проводят анализ, где человек серьезен, а где иронизирует? Нет, вряд ли. Ни разу не замечал, по крайней мере. Анализ это вообще не про нас, нам некогда анализировать. Из нас хлещут эмоции, ведь в интернете снова кто-то неправ. Хорошо. А мета-ирония это что? А это, знаете ли, ирония над иронией, когда смысл всего построения теряется. То есть это выглядит, как доведение до абсурда с каменным лицом. Такое бы сразу было заметно. Возможно, люди просто видят абсурдность чьих-то высказываний и называют это мета-иронией. Возможно, они всерьез считают, что человек не может так мыслить, ну не бывает таких дураков. А возможно, кто-то просто спешит натянуть реальность на свою картину мира. Нет, ребята, разные дураки бывают. Уж поверьте мне, дураку, мы бываем разные. И вернемся к вопросу, а что же нельзя оправдать пост-иронии. А иногда и мета-иронии, хотя с ней уже тяжелее. Ну вот, все что угодно можно. Прибавьте к этому толмачеству так нами любимое искажение истинных трактовок терминов с умным лицом, и на выходе получите абсолютную безнаказанность, которую так любят инфантильные дети с телами взрослых в интернете. Ни за что ни перед кем не отвечать. Как же это прекрасно. Представьте этот дивный мир. Приходишь, что такое за зарплаты? Какого-нибудь, не знаю там, боссу Макдака. А тебе вместо обещанных двадцати, скажем, тысяч выплачивают восемь. Да как же так, говорите вы? У меня же зарплата. Вы же мне ее обещали. А тебе отвечают, ну вот официально твоя зарплата именно такая. А премия, ну так это ж была мета-ирония про твою пост-зарплату, которую ты не выкупил. Кстати, можешь выкупить ее прямо сейчас на только что полученную зарплату. Или вот, например, жена скажет мужу, дорогой, ну как же ты, дурачок, не понял, что когда я говорила, что ты у меня первый, это была пост-ирония. А я имел в виду, что первый ты у меня после последнего и перед следующим. А? Ну где такое видано? Погодите. Ох да, мы же ведь именно в таком мире живем. Просто слово пост-ирония еще не так уж широко вошло в обиход за пределы интернета. И не войдет. Потому что это очередная мода. А мода в интернете очень быстро сходит на нет. Ей на замену приходит новая. Память людей в интернете, как у улитки. Неделя назад, это ж почти прошлая жизнь. Две недели? Ууу, батенька, это ты загнул, мы же тогда не родились. Так что нет, не дойдет. Но вы не переживайте, ложь очень изобретательна. Да, порог всегда стремится оправдать себе. А люди, увлеченные в чем-то неприятном, мечутся как ужи на раскаленной сковороде, не знаю, что бы еще такого отчебучить. Лишь бы за гения сочли. И кстати, весь этот монолог, это одна большая пост-ирония. Или мета-ирония. Решите сами и обязательно расскажите мне об этом. Я, знаете ли, люблю посмеяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова